День с толком Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 По одной простой причине. Иск прокуратуры к нам. Мы 3 сентября подписали мировое соглашение, а 5 сентября прокуратура Славгородского района подает на нас иск в суд о неисполнении этого самого мирового соглашения. Компания планирует обращаться в суд и, несмотря на ЧАЭС, работать дальше. За последние сутки в Яровой отгрузили несколько тысяч тонн угля, в том числе из резервного запаса. Скоро должны привезти еще 6,5 тысяч тонн, заверяют в ЕТЭК. Как в его, по сути, частную котельную должен прийти работать МУП ЕТЭК, пока никто не придумал. Ну давайте предоставим это не нам с вами рассуждать, а решать судам, юристам, разбираться. Анастасия Дороган, День с толком. А в Барнаул возвращаются зимние прорывы. Сегодня на улице Горно-Алтайской обнаружено повреждение тепловой сети. Как сообщает пресс-служба администрации города, БТСК уже устраняет последствия. Теплооснабжение ограничили в одном медицинском учреждении и семи многоквартирных домах, где живет больше 1200 человек. Аварию планируют устранить к 4 часам дня. Управляющие компании проводят мониторинг температуры в квартирах. К другим темам. Всероссийский День Органа состоится в эти выходные. Такую акцию организуют впервые. По всей стране пройдут концерты, семинары, мастер-классы. Не останется в стороне и Алтайская филармония. Как в Барнауле появился король инструментов, узнала Анна Ирбис. На вашем экране почти что вымирающий вид. В России их осталось чуть больше 150. Этому органу недавно исполнилось 35 лет. В Барнулу он приехал в 1984 году из Чехословакии. Там был разработан специально под зал Алтайской филармонии. Инициатором и координатором проекта выступил Сергей Буткеев. Он посвятил игре на органе большую часть жизни и считает, что инструмент будет актуален во все времена. Это великий инструмент. Ему более 2000 лет. И уж за эти более чем 2000 лет всякое происходило. Ему ничего не страшно. Его закалили вот эти жизненные невзгоды. Несмотря на свою стойкость, орган требует много внимания и аккуратного обращения. Для исправной работы инструмента необходимо сразу три специалиста. Один на пульте, два других внутри во время настройки и регулировки. Как выяснилось в России, такую специальность получить нельзя. Поэтому должность мастера органа занял сын Сергея. У нас в России нет учебных заведений, вот так же, как вот, например, консерватории или высшие или средние учебные заведения, которые обучают органных мастеров. Поэтому, как правило, идет передача знаний от старшего к младшему. И наиболее эффективно это династия. Таких королевских размеров органы были не всегда. Изначально им не требовалось много внимания и места. В античные времена они были схожи с пианино. Гастрольные инструменты возили на телеги. Они стали предшественниками театральных органов, а увеличиваться в размерах стали только с 7 века, когда их начали устанавливать в церквях. Барнаульский орган – один из самых больших в России. Высота около 6 метров, миллион деталей, более 3000 труб и великолепный звук. Вообще Алтайскому краю повезло, что у нас есть орган. Это один из центров очень высокой музыкальной и вообще культуры. Праздничный концерт к Всероссийскому дню органов Алтайской филармонии пройдет уже в это воскресенье. И это отличный повод, чтобы услышать короля инструментов. Анна Ирбис, Алексей Фризин. День с толком. Мерзли, грели пальцы, но продолжали упорно лезть вверх. В Барнауле, несмотря на мороз, открыли самый высокий оснащенный скалодром за Уралом. Как он поможет дальнейшему развитию альпинизма на Алтае, выяснял Илья Кочетков. Всего два с небольшим месяца понадобилось на то, чтобы в Барнауле появился этот новый и по многим параметрам самый-самый скалодром. Самый высокий, 16 метров, за Уралом, самый современный в регионе по оснащению. И, возможно, один из самых дорогих на его постройку фонд поддержки олимпийцев выделил краю 27 миллионов рублей. Деньги немалые, но в фонде уверены, что краю такой объект необходим. Когда-то, в середине прошлого века, слава алтайских альпинистов и скалолазов гремела на весь мир. И в последние годы альпинистское движение вновь набирает обороты. Потому что Барнаул одна из очень перспективных, как считают все наши руководители, спортивные. А мы принимали решение с учетом мнения Министерства спорта Российской Федерации, Олимпийского комитета, Федерации по скалолазанию в нашей стране. Барнаул считается самым перспективным центром развития скалолазания. Поэтому вам первый объект такого большого профессионального уровня. На открытии выступили, показав свое мастерство, лучшие молодые альпинисты края. Но основные занятия здесь начнутся уже в следующем году. Скалодром предназначен прежде всего для теплого времени года. Первыми его опробуют воспитанники секции скалолазания детской спортшколы. Но уже известно, что специально приезжают на тренировки сюда намерены спортсмены из Бийска и Рубцовска. Илья Кчетков, Илья Халяпин. День с толком. А в нашем следующем сюжете вы узнаете, где можно приятно и всей семьей провести будние выходные. Особенно в такой мороз. Даже грустные осень и зима в ожидании любимых новогодних праздников могут быть яркими и насыщенными на события и эмоции. Семейное кафе «Лукошка» – империя семейного отдыха на любой возраст. Атмосферные ужины с близкими, традиционные семейные обеды, интересные игровые зоны для деток. У нас есть большая игровая зона, более 240 квадратных метров. Далее, недавно мы открыли также маленькую игровую зону для малышей до двух лет. Она у нас совершенно бесплатная. В это время, когда ребятишки играют в наших игровых зонах, родители могут спокойно отдохнуть и расслабиться в нашем семейном кафе. Кафе «Лукошка» – это собственная эко-кондитерская вкуснейшие бизнес-ланчи, приятные бонусы для постоянных гостей и разнообразная кухня на любой вкус, которая постоянно пополняется новыми блюдами. Мы обновили его процентов на 80. То есть это новые закуски, новые завтраки, роллы. То есть по азиатским блюдам, по итальянским. То есть пиццы, пасты, горячие блюда, то есть стейки. Будем добавлять различные позиции по стейкам. Это будет и мраморная говядина, которой здесь до этого не было. А еще в кафе «Лукошка» приглашают на необычное мероприятие – первый гастро-ужин. Также здесь можно отметить детские дни рождения с аниматорами, а для свадеб, корпоративов, юбилеев есть два зала для уютных торжеств – вип-зал и эвент-холл Малия. Семейный ресторан «Лукошка» расположен на четвертом этаже торгового центра «Первомайский». Проведи время в уютной атмосфере, подари себе и своим детям праздник. На сегодня это все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и до встречи.